Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас, всех, кто нас видит и слышит, кто интересуется жизнью нашей Церкви. Прежде тем, как начать наше служение, давайте все вместе помолимся нашему Господу Иисусу Христу, чтобы никакое зло не помешало нам. Господь Иисус Христос, мы приходим к Тебе в молитве, сознавая всю нашу греховность. Мы верим Твоему Слову, мы верим, что Ты принимаешь всякого, приходящего к Тебе, и прощаешь все грехи. Мы не хотим жить прежней жизнью, мы хотим принадлежать Тебе, Иисус. Вводи в наше сердце, будь нашим спасителем и пастырем. Благослови нас, освяти это место и это время. Поставь охрану и защиту на и всем, кто нас видит и слышит. Аминь. Готовясь сегодня к передаче, мы обратили внимание, что буквально у всех поэтов очень много стихов, посвященных любви. Любовь – это такое чувство, которое присуще из всего творения Божьего, только человеку, созданному по подобию его. Ибо мы говорим, Бог – это и есть любовь. Человеческим умом ни описать, ни охарактеризовать ее невозможно. Но из книга, которая раскрывает любовь в полной мере, это Библия. В Первом послании Коринфянам, в 14 главе, Павел призывает, достигайте любви. Какой любви достигать? В Библии говорится о трех типах любви. Первый тип – это эрос, так называемая плотская любовь. Примеры, которые мы находим в Святом Писании, это примеры любви Иакова, Иерархи, Авраама и Сары. Очень хорошо описан этот тип любви в песнях Соломона. И мне бы хотелось бы сегодня прочитать те замечательные стихи. Песня Соломона – это романтическая история Соломона и юные сломитянки. В первых словах этой песни мы читаем «Да лобзает он меня, лобзаним ус своих, ибо ласки твои лучше вина». А затем девушка говорит о том, что она жаждет любви его. «На ложе моем ночью искала я его, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, входящие в город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Но едва отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его. И не только невеста хотела бы быть рядом с мужем, но и муж хотел бы еще больше. Пленила ты сердце, мое сестра, моя невеста. Пленила ты сердцем и одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста. А как много ласки твоей лучше вина и благовония мастей твоих лучших всех ароматов». Понимаем ли мы, что Бог хочет, чтобы мы любили точно так же? Чтобы мы относились точно так же, как относился Соломон к своей невесте, невеста к Соломону. Второй тип любви – это филио. Любовь в дружбе. Или как ее еще называют, это духовная любовь. И пример такой любви мы находим в Святом Писании. Это любовь Давида и сына Саула, Иоаннафана. В то время, когда Саул искал, как бы погубить Давида. Иоаннафан, сын его, любил Давида и помогал ему во всех его перебитиях. И третий тип любви – это АГП. Или любовь Божья, любовь духовная. О ней мы можем прочитать в замечательных словах книги «Руфь» в первой главе. Ибо в этой книге мы находим подчеркнутый контраст в поступках двух невесток Ниамии. «Они подняли вопли и опять стали плакать. И Орфа простилась, поцеловалась со свекрую своей, а Руфь осталась с ней». Вот Орфа здесь изображена, как проявила себе внешне свою. Она поцеловала неофем и ушла от нее. А Руфь проявила любовь на деле. Она осталась со своей свекровью в ее нужде. Конечно, было бы неплохо прочитать всю эту книгу, потому что она интересна тем, что она рассказывает и показывает нам этот тип любви. Время у нас ограничено. Все эти типы любви заключены в нас. У кого она дремлет, или проявилась одна из них, у кого-то заглушена любовью к миру. Ну вот какие характеристики всем трем типам любви дает Павел в своем послании, в первом послании Корейфинам, в 13 главе. Давайте прочитаем мы это. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся, а любовь все-таки останется. И счастливы те семьи, где все критики по любви существуют нераздельно. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной. Любовь. Любви все возрасты покорны, так говорит в миру народ. Ее порывы благотворны, А может быть наоборот. Любовь, которая от плоти, Всегда издает здоровый плот, Не от нее ль мельчает рот, И столько в мире есть сирот. Простое плотское влечение Мы принимаем за любовь. Оно прошло, как приключение, Влюбляемся мы вновь и вновь. Нельзя любовью то назвать, От чего приходится страдать. Сошлись, как будто навсегда, Вдруг разбежались кто куда. Так, к сожалению, бывает, Поют фальшиво соловьи, И от такой горе любви Несчастный плод произрастает. Нет, это не любовь, А страсть. Это как пища для желудка, Насытился, наелся сласть. Любовь такая, просто шутка. А если грусть? А если слезы И в сердце рана от обмана, То не любовь была, А грезы, Грезы сквозь пелену тумана. Есть настоящая любовь, Что дарит радость и покой, Что пламенеет вновь и вновь. Прекрасней нет любви такой. Любовь навеки, навсегда, Ее огонь не охладеет, Она не дальняя звезда, Что только светит, а не греет. Она горит, чем дольше, больше, И излучает яркий свет. Ее зовут любовью Божьей. В ней радость, мир, в ней фальши нет. Бог есть любовь, а мы от Бога, И значит, в нас любовь Его. С любовью Божьей нет тревоги, В ней нет плохого ничего. Люби, любовью наслаждайся, И береги огонь души, Любовью Божьей уповайся, Ее порывы хороши. Иисус в любви увидел исполнение Десяти заповедей Божьих, О которых мы говорили в прошлый раз. Иоанна Иисус так сказал об этом. Как возлюбил меня Отец, И я возлюбил вас, Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, Прибудьте в любви моей. И как я соблел заповеди Отца моего, И пребываю в его любви. Сие сказал я вам, Да радость моя в вас прибудет, И радость ваша будет совершенна. Сие заповедь моя, Да любите друг друга, Как я возлюбил вас. Нет больше той любви, Как если кто положит душу свою За друзей своих. Вы друзья мои, Если исполняете то, Что я заповедовал вам. В стихе 13 и 14 мы читаем, Нет больше той любви, Как если кто положит душу свою За друзей своих. Здесь как бы дается понятие Божьей любви. Смирение перед Богом Жертвует для других Своим временем, Своими делами, Даже своей жизнью. Не искать любви, А давать ее. Апостол Павел так сказал, Блаженны давать, Чем получать. Вот в стихе 9 Господь говорит, Как возлюбил меня Отец, И я возлюбил вас, Пребудьте в любви моей, Пребывать в любви Божьей. Вся жизнь Иисуса Христа Была примером любви Божьей. И высшим проявлением Этой любви, Это то, Что Бог отдал своего сына На распятие. В первом послании Анны Мы читаем В 3 главе 16 стих Любовь познали мы в том, Что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать душу свою За братьев. Внутри нас родилась любовь Божья. Но до тех пор, Пока мы не предпримем шаги, Чтобы развивать ее Через знание Слова Божьего, Эта любовь так и будет оставаться Спрятанной в нас. С сегодняшнего дня Начнем видеть себя Поступающими так, В соответствии с заповедями Иисуса, Развивать ту любовь, Которую Он вложил в нас. Стихотворение Елены Бессмертной Храни любовь Христа Святую верную любовь Христа Не потеряй. Храни ее, Свети ее, Оберегай. Она бесценный дар Тебе дана. Всего дороже быть тебе Она должна. В ней нету фальши, Лицемерия нет. Она чиста, Светла, Как Божий свет. Она готова посвятить Тому себя, Кто сердцем призовет ее, Любя. Кто до конца Последних своих дней Не отвернется, Не изменит ей. Любовь, Которого не охладеет, Не умрет, В котором Вечная любовь К Христу живет. И сейчас Мы хотим дать Небольшое задание Всем, кто видит нас, И кто еще Войдет на сайт Нашей Церкви. Пожалуйста, Прочитайте отрывок. Первое послание Апостола Иоанна, Вторая глава, С третьего по одиннадцатый стих. Еще я повторю. Первое послание Иоанна, Вторая глава, С третьей по одиннадцатый стих. Многое, Кое-что откроется вам, Кое-что вы Знаете и поймете. Мы стоим, Мы сегодня На пороге Нового года. Завтра мы начнем Отмечать, Провожать старый Новый год, Отмечать Новый Новый год. Мы всегда С каждым годом Желаем Самим себе, Как бы оглядываясь На прошлый год, Мы не хотим Повторять ошибок В Новом году. А в Новом году Мы хотим Видеть себя И лучше, И богаче, И интереснее. И чтобы этот год Приносил нам Только счастье. В послании к римлянам Апостол Павел В восьмой главе В тридцать втором стихе Апостол Павел говорит Тот, Который сына своего Не пощадил, Но предал его За всех нас, Как с ним Не дарует нам И всего. Если вы По-прежнему Настроены Несколько скептически, То позвольте Задать вам Один вопрос. Где вы будете В это же время Через год? Если не начнете Верить в то, Что увидите Благость Господа На земле, Вы будете там же, Где находитесь И сейчас, И в вашей жизни Ничего не изменится Кучше. Более того, Все, наверное, Только ухудшится, Потому что Дьявол будет делать Своё дело. Краня, Убивая И губя. Но если вы поверите, Что Библия говорит О благости Божьей, Все начнет изменяться Чудесным образом В вашей жизни. И ваша жизнь Сразу же Будет становиться Лучше. Стихотворение Юрия Канинского Он ждёт. Пока Господь Не предъявил Вам счёт, Подумайте В себя Стихотворение Стихотворение Терпение. Стихотворение Любви. И я сегодня Заимел такую возможность Стихотворение Которых пришёл Которых пришёл Искупить